Уолтер Айзексон. Взломавшая код. Читает Игорь Гмыза. Памяти Элис Мехью и Кэролайн Рейди. Их улыбки дарили нам радость. Ведение. В атаку. Дженнифер Даудни не спалось. Калифорнийский университет в Беркли, где за ней закрепился статус суперзвезды после того, как она приложила руку к изобретению технологии редактирования генома, известной как Криспер, только что закрыл кампус из-за быстрого распространения пандемии коронавируса. Даудни, скрипя сердце, отвезла своего сына Энди, который учился в выпускном классе школы, на железнодорожную станцию, откуда он поехал во Фресно на конкурс по робототехнике. Теперь, в два часа ночи, она разбудила мужа и настояла, что необходимо забрать сына до начала соревнования, которое проводилось в закрытом выставочном центре, куда должны были съехаться более 1200 человек. Даудни с мужем оделись, сели в машину, нашли работавшую бензоколонку и отправились в трехчасовой путь. Энди, их единственный ребенок, не обрадовался их приезду, но родители убедили его собрать вещи и вернуться домой. Когда они выезжали с парковки, Энди получил сообщение от команды. Соревнование по робототехнике отменено, всем детям немедленно уехать. В тот момент, как вспоминает Даудна, она поняла, что ее мир и мир науки изменился. Правительство мешкало с ответом на COVID, поэтому преподавателям университетов и старшекурсникам пора было взяться за пробирки, поднять пипетки и ринуться в атаку. На следующий день, в пятницу, 13 марта 2020 года, Даудна организовала встречу с коллегами по Беркли и другими учеными из окрестностей Сан-Франциско, чтобы обсудить, кто чем может заняться. Около дюжина участников встречи прошли по пустынному кампусу Беркли и собрались в блестящем здании из камней стекла, где находилась их лаборатория. Стулья в зале заседаний на первом этаже стояли вплотную друг к другу, и первым делом ученые расставили их на дистанции в полтора метра друг от друга. Затем они включили видеосистему, с помощью которой к ним по Зуму присоединились еще 50 исследователей из соседних университетов. Даудна обратилась к собравшимся, не скрывая напряжение, которое обычно прятала за внешним спокойствием. «Обычно академические ученые такими вещами не занимаются», — сказала она, — «но сейчас необходимо наше участие». Пионеру Крисперс как нельзя лучше подходила роль руководителя команды, противостоящей вирусу. Инструмент для редактирования генома, разработанный Даудной и другими учеными в 2012 году, основан на хитрости, которой бактерии уже более миллиарда лет прибегают для борьбы с вирусами. В ДНК бактерии содержатся расположенные группами повторяющейся последовательности, или Криспер, которые запоминают, а затем атакуют и уничтожают вирусы. Иными словами, эта иммунная система, способная адаптироваться для борьбы с каждой новой волной вирусов, именно то, что нужно нам, людям, в эпоху, которая мрачается повторяющимися вирусными эпидемиями, словно мы по-прежнему живем в Средневековье. Даудна, как всегда собранная и методичная, показала слайды, на которых были перечислены возможные подходы к противодействию коронавирусу. Она руководила собранием, внимательно выслушивая каждого. Она хоть и стала звездой научного мира, общаться с ней было достаточно просто. Она преуспела в искусстве работать в сжатые сроки, но при этом находить время, чтобы устанавливать эмоциональную связь с людьми. Первой команде, собранной Даудной, поручили создать лабораторию для диагностики коронавируса. Одним из руководителей стала постдок Дженнифер Хэмилтон, которая несколькими месяцами ранее целый день учила меня редактировать геном человека с помощью Криспер. Я обрадовался, но вместе с тем и слегка огорчился, когда увидел, насколько это просто. Даже мне это было по плечу. Перед другой командой поставили задачу разработать новые тесты на коронавирус на основе Криспер. Даудне нравятся коммерческие предприятия, и это пошло на пользу делу. Тремя годами ранее она вместе с двумя своими студентами основала компанию, использовавшую Криспер в качестве инструмента для обнаружения вирусных болезней. Начав работу по поиску новых тестов для выявления коронавируса, Даудна открыла новый фронт в ожесточенной, но результативной борьбе с конкурентом, живущим на другом конце страны. Обаятельный молодой исследователь Фэн Джан, который родился в Китае, вырос в Айове и работал в институте Брода при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, стал ее соперником в 2012 году, когда оба ученых искали способы превратить Криспер в инструмент для редактирования генома, и после этого они жестко конкурировали друг с другом, совершая научные открытия и создавая компании, связанные с Криспер. Теперь, с началом пандемии, они вступили в очередную гонку, но уже не стремясь зарегистрировать новые патенты, а намереваясь принести пользу. Даудна остановилась на десяти проектах. Она предложила руководителя для каждого из них, и остальным предложила разделиться на команды. Предполагалось, что в паре с каждым будет работать человек, выполняющий аналогичные функции, чтобы дело не прерывалось в боевых условиях. Если бы один заразился вирусом, другой продолжил бы его труд. Но никто из присутствовавших на встрече не упомянул о более долгосрочных планах, а возможности использования Криспер для инженерий, наследуемых изменений человеческого генома, которые сделали бы наших детей и всех наших потомков менее уязвимыми для вирусных инфекций. Такие генетические усовершенствования могли бы навсегда изменить род человеческий. Это из области фантастики, отмахнулась Даудна, когда я коснулся темы после встречи. Да, согласился я, похоже на «О дивный новый мир» или «Гаттаку». Но, как и в случае с любой хорошей научной фантастикой, кое-что из описанного уже сбылось. В ноябре 2018 года молодой китайский ученый, присутствовавший на нескольких конференциях Даудны по редактированию генома, применил Криспер, чтобы отредактировать геном эмбрионов и удалить ген, который производит рецептор для ВИЧ-вируса, вызывающего СПИД. В результате родились девочки-близнецы, первые в мире дизайнерские дети. Сначала все пришли в восторг, а затем испытали потрясение. Многие замахали руками, начали собираться комиссии. Жизнь на этой планете эволюционировала более трех миллиардов лет, и, наконец, один вид, наш, обнаружил талант и дерзость, чтобы взять под контроль собственное генетическое будущее. Казалось, мы переступили порог и вошли в совершенно новую эпоху, возможно, даже в дивный новый мир, как тогда, когда Адам и Ева вкусили яблоко, или Прометей украл у богов огонь. Новообретенная способность редактировать собственный геном ставит перед нами весьма любопытные вопросы. Следует ли нам редактировать геном своего вида, чтобы снизить уязвимость человечества для смертельных вирусов? Было бы здорово, правда? Следует ли нам редактировать геном, чтобы уничтожать опасные болезни, такие как болезнь Геттингтона, серповидно-клеточная анемия и кистозный фиброз? И это было бы неплохо. А как быть с глухотой и слепотой? С маленьким ростом? С депрессией? Хм. Как вообще к этому относиться? Если через несколько лет такие эксперименты станут доступными и безопасными, стоит ли позволить родителям повышать своим детям коэффициент интеллекта и наращивать мышцы? А выбирать цвет глаз, цвет кожи, рост? Эй! Давайте на минутку остановимся, прежде чем пройти по этой скользкой дорожке. Как это может повлиять на разнообразие наших обществ? Если мы перестанем получать свои характеристики случайным образом, не ослабит ли это нашу способность к сопереживанию и умению принимать людей такими, какие они есть? Если ассортимент в генетическом супермаркете не будет бесплатным, а этого точно не стоит ожидать, разве это не приведет к серьезному усилению неравенства и не закрепит его навсегда в генах рода человеческого? Учитывая перечисленные проблемы, разве можно позволять отдельным людям принимать такие решения? Может, решать должно общество в целом? Возможно, нам стоит разработать какие-то правила. Под нами, я понимаю, нас. Всех нас, включая вас и меня. Вопрос о том, приемлемо ли редактировать геном, а если да, то в каких случаях, станет одним из самых животрепещущих в 21 веке. Поэтому я решил, что полезно будет понять, как именно это делается. Все новые и новые волны вирусных эпидемий также подчеркивают важность изучения наук о жизни. Очень приятно постигать, как работает какая-либо система, особенно если эта система мы сами. Даудна испытала это удовольствие, и теперь оно доступно и нам. Именно об этом и пойдет речь в моей книге. Изобретение Криспер и эпидемия COVID ускоряет наш переход к Третьей Великой Революции новейшего времени. Эти революции начались чуть более столетия назад с открытия трех фундаментальных зерен нашего существования – атома, бита и гена. В первой половине 20 века после выхода в 1905 году статей Альберта Эйнштейна о теории вероятности и квантовой теории, революцию возглавила физика. За 50 лет, прошедших с года чудес, теории Эйнштейна привели к появлению атомных бомб и атомной энергетики, транзисторов и космических кораблей, лазеров и радаров. Вторая половина 20 века стала информационной эпохой, в основу которой легла идея, что любую информацию можно закодировать двоичными цифрами, так называемыми битами. И все логические процессы можно выполнять при помощи замкнутых цепей с двухпозиционными переключателями. В результате в 1950-х годах появились микросхема, компьютер и интернет. В сочетании три этих инновации привели к рождению цифровой революции. Теперь мы вошли в третью, еще более знаменательную эпоху. Эпоху революции в сфере наук о жизни. К детям, изучающим цифровое кодирование, присоединятся дети, изучающие генетический код. Когда в 1990-х годах Даудна училась в университете, другие биологи спешили нанести на карту гены, закодированные в ДНК. Но Даудна проявила больший интерес к менее знаменитому родственнику ДНК – РНК. Это молекула, которая осуществляет реальную работу в клетке, копируя некоторые инструкции, закодированные в ДНК, и используя их для построения белков. В стремлении постичь РНК Даудна пришла к фундаментальному вопросу – как зародилась жизнь? Молекулы РНК, которые она изучала, обладали способностью к самовоспроизводству, а потому вполне можно было допустить, что 4 миллиарда лет назад они начали размножаться в бульоне из химических веществ, плескавшимся на нашей планете даже до появления ДНК. Занимаясь молекулами жизни в Беркли, Даудна сосредоточилась на изучении их строения. Если вы следователь, то основными уликами в биологическом детективе становятся особенности молекул, определяющие принципы их взаимодействия с другими молекулами. Даудне для этого нужно было изучить строение РНК. Ее труд перекликался с проведенной Розалин Франклин работы над ДНК, которая помогла Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику открыть в 1953 году двойную спираль ДНК. Так случилось, что Уотсон, весьма многогранная личность, впоследствии не раз возникал у Даудны на пути. Когда Даудна стала специалистом по РНК, с ней связался биолог из Беркли, который изучал систему CRISPR, разработанную бактериями в борьбе с вирусами. Как и многие открытия фундаментальной науки, это знание оказалось полезным в практическом отношении. Некоторые сферы его применения весьма обыдены, например, защита бактерий в йогуртовых культурах. Но в 2012 году Даудна с коллегами нашли более сенсационный способ использования CRISPR и научились превращать их в инструмент для редактирования генома. Сегодня CRISPR применяются в лечении серповидно-клеточной анемии, рака и слепоты. В 2020 году Даудна со своими командами начала изучать, как CRISPR могут выявлять и уничтожать коронавирус. «Системы CRISPR появились в бактериях в процессе эволюции в результате длительной борьбы с бактериями и вирусами», говорит Даудна. «У людей нет времени ждать, пока наши клетки естественным путем научатся противостоять этому вирусу, поэтому нам нужно добиться желаемого своим умом». Разве не чудесно, что один из инструментов в этой древней бактериальной иммунной системе называется CRISPR? Этим и прекрасна природа. «Здесь имеется в виду перекличка с английским словом CRISPR, у которого, среди прочего, есть значение резкий, решительный. Об ответе – нраве». «О да, запомните, природа прекрасна». Об этом тоже пойдет речь в этой книге. В сфере редактирования генома есть и другие звезды. Большинство из них тоже заслуживают биографических книг, а, возможно, и фильмов. Краткая презентация. И игры разума встречаются с парком юрского периода. Они играют важные роли в этой книге, поскольку я хочу продемонстрировать, что наука – это командный спорт. Но я также хочу показать влияние, которое может оказывать настойчивый, любознательный, упрямый и отчаянно напористый человек. С улыбкой, которая порой и все же не всегда скрывает опаску, проглядывающую у нее в глазах, Дженнифер Даудна стала отличным главным героем. У нее есть склонность к работе в команде, без которой не обойтись ни одному ученому. Но вместе с тем в ее характере есть и боевитость, свойственная большинству великих инноваторов. Она всегда контролирует свои эмоции и не зазнается, несмотря на звездный статус. В ее биографии, биографии ученого, лауреата Нобелевской премии и публичного интеллектуала, рассказ о Криспер связывается с более заметными нитями истории, включая роль женщины в науке. Ее работа, как и работа Леонардо да Винчи, показывает, что ключ к инновации – это объединение интереса к фундаментальной науке с практической деятельностью по созданию инструментов, которые находят применение в жизни, то есть перенос открытий из лаборатории к постели больного. Рассказывая историю Даудны, я надеюсь показать слушателям, как работает наука. Что происходит в лаборатории? В какой степени открытие зависит от гениальности отдельных людей и насколько важнее стала командная работа? Не подрывает ли конкуренция за награды и патенты – основы для сотрудничества? Но главное, я хочу подчеркнуть важность фундаментальной науки, то есть исследований, которые движимы любознательностью, а не практическими соображениями. Теоретические исследования чудес природы создают задел, порой непредсказуемым образом для будущих инноваций. Изучение физики поверхностного состояния в конце концов привело к появлению транзистора и микросхемы. Исследования поразительного метода, используемого бактериями для противостояния вирусам, в итоге помогли создать инструмент для редактирования генома и разработать техники, которые человечество может применять в собственной борьбе с вирусами. Эта история полна серьезнейших вопросов, затрагивающих массу тем от происхождения жизни до будущего человечества. И начинается она с рассказа о том, как одна шестиклассница, которой нравилось искать сонную траву и другие удивительные вещи среди вулканических пород Гавайев, однажды пришла домой из школы и обнаружила у себя на кровати детективную историю о людях, открывших то, что сами они лишь с небольшим преувеличением назвали секретом жизни.